Далеко Коронавируса? Нет, не стоит. Ковид-19. В считанные месяцы грозный и невидимый враг, скрывающийся за этой аббревиатурой, изменил привычный мир человечества. Впервые планета узнала о нем в конце 2019 года, когда из китайского города Уханя поступила информация о вспышке неизвестной ранее коронавирусной инфекции. Спустя всего несколько месяцев она переросла во всемирную пандемию. В списке вещей первой необходимости возглавили медицинские маски и антисептики, а признаком хорошего тона стало соблюдение норм социального дистанцирования. Государственное ведомство, предприятия и организации перешли на новый эпид-режим. Благодаря совместной комплексной профилактической работе, построенной на взаимопонимании и большой ответственности каждой заинтересованной структуры, каждого руководителя службы ведомства, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Брестской области остается управляемой и контролируемой. Хочу отметить всех руководителей организации, предприятий и учреждений, предлагающих максимум усилий для обеспечения соблюдения санитарно-противопедемических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции на своих объектах. Санэпи-служба Брестской области благодарна всем жителям за активную гражданскую позицию по выполнению рекомендаций Минздрава, по самоизоляции, социальному дистанцированию, соблюдению меры личной профилактики. А пока население приучалось жить по новым правилам, медики в прямом смысле вышли на передовую. Терапевты и окулисты, неврологи и кардиологи – все они на время борьбы с коронавирусом сменили профили и пополнили армию инфекционистов. Пока ученые разных стран в поиске вакцины и эффективных лекарств, медики здесь и сейчас борются за жизни и здоровье пациентов. Для многих рабочее место стало домом в прямом смысле слова. Они обычные люди, но каждый из них – олицетворение героя нашего времени. Здравствуйте. В прямом эфире 4-го канала специальный выпуск программы «Телеприемная СтопКовид-19». Меня зовут Роман Бич, и в ближайшие 50 минут мы будем говорить о нашем региональном опыте в борьбе с коронавирусной инфекцией. И я рад представить наших сегодняшних гостей студии. Начальник главного управления по здравоохранению Брестского обл. исполкома Виктор Павлович Михайловский, заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Владимировна Садовникова, заведующий инфекционным отделением Брестской областной клинической больницы Николай Иванович Сулевский и заведующий отделением реабилитации номер один областного центра реабилитации Ирина Леонидовна Винокурова. Здравствуйте, дорогие гости, и спасибо, что пришли к нам сегодня на прямой эфир. Вот совсем недавно буквально начала появляться хорошая новость, хорошая информация о том, что в Брестской области уже позитивная тенденция намечена, все-таки идет снижение заболевших коронавирусной инфекцией. И на этой неделе Брест посетил с рабочим визитом министр здравоохранения Владимир Караник. Вот поделитесь, пожалуйста, самой свежей и последней информацией. В общем, как он оценил сегодня нашу систему здравоохранения, как мы работаем, справляемся ли, вот и действительно ли это так? Министр здравоохранения не первый раз посетил Брестскую область и город Брест в том числе. В этот раз он посетил центральную городскую больницу и областную клиническую больницу города Бреста. По этим больницам он прошел по отделениям, посмотрел, как больные предоставлены им лечения, что оно соответствует всем рекомендациям Министерства здравоохранения, всем протоколам обследования лечения. Посетил реанимационное отделение, тоже посмотрел, как ведутся больные, которые находятся в состоянии, там, среднее или тяжелое состояние, как лечение идет. Также после его посещения больных проконсультировали наш профессор, главный инфекционист Республики Беларусь Карпов Игорь Александрович. Он тоже скорректировал лечение. Он подтвердил, что лечение проводится в полном объеме, адекватное, все необходимые препараты имеются у нас в наличии. Самое главное, это и министр подтвердил, и главный наш инфекционист, они подтвердили, что логистика поступления больных в Брестской области составлена правильно. Она обеспечивает полностью всю потребность, необходимую нашим пациентам в Брестской области, ввиду того, что у нас очень хорошее отделение, ну, это можно даже сказать, как инфекционная больница, новое отделение в Брестской областной клинической больнице, и она соответствует всем нормативам, всем требованиям, обеспеченной кислородой, всем необходимым оборудованием. И, соответственно, мы имеем возможность более тяжелых каких-то пациентов с области забирать на областной уровень. А по городу мы выделили, перепрофилировали специально две больницы. Это центральная городская больница города Бреста и Брестская городская больница номер один, которая принимает только больных с ОРВИ, с пневмониями, значит, те, которые нуждаются в лечении. И это помогло нам просто разделить потоки пациентов, оставить те больницы для оказания помощи, у которых у пациентов нет температуры, нет вирусных проявлений, для оказания плановой, экстренной помощи. А вместе с тем, оказывая помощь в тех перепрофилированных больницах, где больные одного профиля, намного проще организовать и потоки поступления пациентов, разграничить этих пациентов. Ну и также целенаправленно и, наверное, рационально использовать средства защиты для медицинского персонала, которые у нас имеются. В целом министр здравоохранения оценил на высоком уровне то, что оказывает помощь именно по пациентам с вирусными заболеваниями в Брестской области. И результативность в этом есть. Самое главное, что нет этого ажиотажа, что пациенты поступают каждый день, также выписываются каждый день. С учетом того, что время какое-то прошло, мы уже научились правильно и своевременно оказывать помощь. И, соответственно, чем пациент раньше поступает к нам, когда он не затягивает поступление, поступает на более ранних этапах, мы можем ему быстрее оказать помощь, буквально 5-6 дней он переходит на этап реабилитации, долечивания, либо на амбулаторное лечение. Об этих вещах мы еще, я думаю, остановимся чуть-чуть подробнее в ходе нашей беседы. Сейчас я предлагаю вспомнить все-таки, как все начиналось. Если вернуться на несколько месяцев назад, вот все-таки к нам в регион коронавирусная инфекция пришла чуть позже, позже, чем к другим. И насколько мы оказались готовы встретить эту коронавирусную инфекцию? Потому что времени, по большому счету, было же не так и много. И нужно было перепрофилировать, скажем так, многие отделения, возможно, провести обучение. Так ведь, если вот вспомнить, как это все проходило? Ну, наверное, скажем так, что ввиду того, что в Витебской области началось проявление этой болезни, эпидемии, это на месяц раньше. И мы видели, как шло поступление пациентов, какая клиника пациентов. Это дало нам возможность подготовиться, просчитать свои силы, средства, которые можно задействовать, если начнет изменяться эпидситуация в нашей области. Поэтому были просчитаны то необходимое количество кислородных точек, необходимое количество коечного фонда. Мы осмыслили, какие больницы, какие отделения можно перепрофилировать, как сделать шлюзы для того, чтобы разделить чистые и грязные отделения. Ну, то есть, в больнице разделить эти зоны для того, чтобы минимизировать перекрестное заражение пациентов, которые поступают. И с учетом того, что, скажем, первое, наверное, проявление, это пришли у нас со Столина. Со Столина первые пациенты, которые, ну, это опять же был с другой области контакт, завозной случай. Когда мы его положили в областную больницу, в инфекционное отделение первых пациентов, когда мы прошли, они прошли без клиники, скажем, без особых каких-то симптомов. Несмотря на то, что достаточно серьезный возраст данных пациентов, они на 14-15 сутки были выписаны. И, соответственно, уже с этим, когда какое-то время прошло, начало поступать больше пациентов. Опять же, это были завозные контакты, которые приезжали в гости. После этих контактов поступали пациенты к нам с повышенной температурой. И мы уже диагностировали какие-то там изменения, их дальше геспитализировали. На сегодняшний день, я так понимаю, что у нас три учреждения принимают больных с коронавирусом, как вы сказали. Да, ну, это у нас инфекционное отделение, которое на сегодняшний день, оно на 160 коек, мы развернули полностью отделение. Оно свободно может 160 человек госпитализировать. Но у нас каждый день до 50-60 коек свободно в инфекционном отделении для пациентов, как я сказал, с других областей. И две больницы, это Центральная городская больница и Брестская городская больница, бывшая железнодорожная, они тоже готовы для приема и принимают этих пациентов. И для того, чтобы немножко разгрузить, мы сегодня выходим на то, что они по графику будут дежурить. Одна больница принимает один день, вторая для того, чтобы можно было разгрузиться, немножко облегчить работу нашего медперсонала, сотрудников и дать им немножко отдыха. Вот большие изменения произошли в работе амбулаторно-поликлинического звена станции скорой медицинской помощи. И у нас есть сюжет на эту тему, я предлагаю его посмотреть. Теперь каждый рабочий день медиков скорой начинается с инструктажа. Снова и снова они оттачивают такой необходимый теперь навык. Как надевать и, что не менее важно, как снимать противочумный комбинезон после контакта с пациентом. Все движения нужно довести до автоматизма. Морально готовы, потому что выбора нет. Мы знали, куда шли, в какую профессию. И это не то, что мы шли и думали, что всю свою карьеру, время работы будет протекать спокойно и тихо. Между тем, за два месяца здесь отмечают даже снижение количества выездов. Люди стали более ответственны. И почем зря, как случалось раньше, скорую не беспокоят. А вот число телефонных консультаций выросло. Мы с ними работаем, мы их очень тщательно пытаемся расспрашивать. Может быть, они откуда-либо приехали, или, может быть, они контактировали с кем-либо. Направляем их, подсказываем, куда обратиться. Если нужно, записываем вызова. Конечно же, коронавирус изменил и привычную жизнь поликлиник. Сократилось число профосмотров, плановых мероприятий. Все, что может подождать, отложили до лучших времен. Во имя безопасности пациентов личные встречи свели к минимуму. А общение перевели в режим телефонных и онлайн-консультаций. На сегодняшний день рееструя поликлиники, она стала коллективным центром для общения с людьми по телефону, по интернету, и вживую, и с людьми, которые нуждаются в плановой медицинской помощи. Носим домой те препараты людям, которые болеют хроническими заболеваниями и нуждаются в выписке этих препаратов для того, чтобы их регулярно принимать. Ежедневно медики учреждения посещают около 75 таких пациентов. Для тех, у кого повышенная температура, в поликлинике отдельный вход. Прием ведется в две смены врачами общей практики. С 8 до 2 и с 2 до 8. То есть целый день перекрыт прием пациентов. Для посещения на дому инфицированных COVID-19, а также контактов первого и второго уровней, созданы специальные бригады. В забор мы берем шумку-укладку, в которой есть все необходимое для оказания экстренной помощи пациентам на дому. И в обязательном порядке антисептическое средство для экстренной обработки. В обязанности такой бригады входит осмотр пациентов, забор мазков, выдача больничных. По новому профилю работают и в областном кожно-венерологическом диспансере. Одна из лабораторий теперь занимается диагностикой COVID-19. К нам поступает биологический материал уже с учреждений здравоохранения. Мы уже занимаемся сугубо диагностикой. Кто занимался этой диагностикой, мы работаем в полном режиме и учим сотрудников, которые этим не занимались. Обучение много времени не занимает. Методика выявления COVID-19 схожа с диагностикой других инфекций. Правда, работа кропотливее и степень риска выше. Поэтому мерам безопасности особое внимание. Да, ведь действительно не только вот в этом учреждении, которое мы только что увидели в сюжете, делают тесты на коронавирусную инфекцию. Вообще, сколько в целом сегодня в области таких вот точек, где можно провести анализ и оперативно получить информацию, болен человек или не болен? На сегодняшний день на территории Брестской области для проведения лабораторной диагностики задействовано около пяти лабораторий. И в частности, лабораторные исследования выполняются как на базе Брестского областного центра гигиены, также и в лабораториях областной ветслужбы, областной станции перевивания крови, областного кожвен-диспансера и также на базе отраслевой лаборатории Полесского университета, расположенного в городе Япинске. То есть в Брестской области пять точек таких на сегодняшний день? У нас задействованы пять лабораторий. Если говорить про количество тестов сегодня, допустим, в день, вот они в состоянии, какое число провести в сутки анализов и дать результаты? На сегодняшний день следует отметить, что действительно проведена уже колоссальная работа, и в среднем вот за истекший период от начала эпид-неблагополучия сегодня по области проведено более 48 тысяч ВЦР-исследований. И, конечно же, следует отметить, что данная работа проводится целенаправленно, то есть с существующими распорядительными документами. Четко на сегодня определены именно контингенты, подлежащие сроки проведения лабораторного исследования. И, конечно же, лабораторно-клинические критерии именно диагностики коронавирусной инфекции, на основании которых и восстановляется диагноз коронавирусной инфекции. Если сегодня говорить о точности данных тестов, вот многие, особенно в прессе, говорят, что сегодня, проведя данный тест, далеко еще не факт, что человек оказывается болен. То есть какой процент, скажем так, точности данных тестов сегодня? И необходимы ли повторные, допустим, тесты? Как все это происходит? Расскажите. Ну, получается, что все-таки на сегодняшний день ПЦР-диагностика – это самое точное и высокочувствительное действительно метод лабораторных исследований. И, согласно утвержденных критериев, достаточно одного положительного теста, чтобы выставить нам диагноз COVID-19. И следует отметить, что в целом Республика Беларусь на фоне всех стран СНГ, в принципе, после России занимает второе место по именно проведению вот этих объемов, масштабов лабораторных исследований. И, конечно же, и нам, как эпидемиологам, очень важно, действительно, чтобы эта работа проводилась целенаправленно. То есть при оптимальном объеме лабораторных исследований мы выявляем все-таки максимальное количество инфицированных коронавирусной инфекции. И мы видим, что по результатам положительных тестов на COVID-19 порядка 50% – это контакты первого уровня. То есть это как для эпидемиологов нам очень важно. То есть мы видим, что мы своевременно действительно определяем круг контактных, и мы их своевременно, соответственно, изолируем данных лиц, и уже при получении положительных тестов мы по данным контактам первого уровня, мы уже наблюдаем, что мы своевременно уже их до получения тестов отправили на самоизоляцию, что очень важно нам, чтобы купировать именно распространение данной инфекции среди населения. Ну, исходя из проведенного анализа, допустим, насколько точны данные тесты сегодня, если говорить о точности? Сколько это там, 70%, 80%, 90%? Ну, говоря, ну, практически более 95%, то есть практически 100%. То есть на сегодня, конечно, в мире уже 100% чувствительности, ну, не существует диагностикумов, но это самый действительно высокоточный тест в сегодняшнее время, да. Еще один из вопросов, который также нам и на Вайбер присылали, и задавали, интересуются люди, в каких же все-таки случаях показано делать тест, а в каких случаях нет? Потому что наверняка многие хотели бы, многие даже ради чисто спортивного интереса, вот болен я и не болен, хотя абсолютно здоровый человек является, вот кому показано делать тест? Да, на сегодня и, в принципе, с начала всего эпид-сезона, эпид-неблагополучие, всегда нарабатывались и существовали четкие как клинические, так и эпидемиологические критерии. То есть с учетом эпид-ситуации, Министерством здравоохранения нарабатывался пакет соответствующих документов, которые и определяли контингент, который действительно подлежит у нас для проведения ПЦР-диагностики, либо экспресс-тестирования. Ну, есть задания. Если, может, я добавлю, значит, сейчас мы получили экспресс-тесты, и экспресс-тесты порядка 19 тысяч мы уже получили, раздали по регионам, и буквально сегодня порядка 9 тысяч еще получаем экспресс-тестов, что они нам дают? Эти экспресс-тесты, они довольно-таки точные, которые, опять же, нам позволяют диагностировать при поступлении пациента с подозрением на какое-то пневмонию, распределительное заболевание, есть у него этот ковид или нет. Для того, чтобы даже понять, кого госпитализировать в отдельную палату, кого можно в другую палату госпитализировать, это тоже очень важно. И когда мы тестируем и смотрим, там выявляется иммуноглобулин М, если выделяется, значит, это острая фаза. Иммуноглобулин, если есть М и G, это значит, пациент уже болеет, и у него начинают вырабатываться антитела к данному вирусу. И если у пациента иммуноглобулин G, это говорит о том, что он где-то перенес на ногах эту инфекцию, у него сформировался иммунитет, и он имеет иммуноглобулин G. И, соответственно, мы со временем придем к тому, что будем делать даже по желанию пациентов и на платной основе именно тестирование тех людей, которые прошли, скажем, более в легкой, бессимптомной форме, чтобы он знал, что у него уже сформировался какой-то иммунитет. Для того, чтобы нам планировать наши дальнейшие какие-то действия, мы должны просчитать, какое примерно количество процент населения имеет какой-то иммунитет, и дальше думать, ну, как может развиваться этот процесс в дальнейшем. Но сегодня, пока мы на платной основе это не производим, ввиду того, что мы получили эти все экспресс-тесты, это были гуманитарная помощь, плюс финансы, которые выделяли спонсоры и закуплены. И нам на сегодня надо именно отдифференцировать острый период, и вот как только все будет уходить на спад, все это успокоится, тогда можем мы спокойно в обычном, в нормальном режиме отработать, проверить всех желающих на содержание иммуноглобулина G и спрогнозировать дальнейшую тактику. Достаточно много приходило к нам вопросов, также на программу и по поводу этих экспресс-тестов. Вот на сегодняшний день как много их у нас в Брестской области? Достаточно ли их для оперативного проведения необходимых анализов? Они пополняются у нас, и пополнение идет один раз в неделю, бывает чаще, когда они приходят, их растамаживают, и мы их получаем у себя. Вот я сегодня говорил, мы получили порядка 9 тысяч на Брестскую область, они расписаны по каждому региону, понятно, что они расписываются по большим городам, больше там тысячи, полторы тысячи, и каждому, да, зависимости от проживающих, сколько пациентов обращается, но они должны быть в наличии в каждом лечебном учреждении, для того, чтобы при поступлении, при необходимости, также в стационарах, когда он поступает, можно было сделать в течение нескольких часов, получить ответ и принять решение о дальнейшей тактике лечения. Ну вот, наверное, вопрос больше сейчас будет, опять же, который пришел к нам от зрителей, наших, как все-таки определяется степень тяжести больного и в каком случае показана его госпитализация. Я думаю, что даже больше вопрос адресован заведующую инфекционным отделением, я так говорил, Николай Иванович, вот как определить, насколько человек уже, скажем так, в какой форме заболел и когда ему показана госпитализация. Ведь многие же и на дому сегодня, скажем так, лечатся. Да, у нас случаи делятся на бессимптомные, легкие формы, средне-тяжелые и тяжелые. Если говорить в целом, то средне-тяжелые и тяжелые формы, конечно же, должны быть госпитализированы, потому что течение болезни по времени может быть растянуто, и какие-то критические периоды в течение этого заболевания они тоже присутствуют и могут наступить, ну, скажем так, на седьмые, на четырнадцатые сутки. Поэтому такие пациенты лучше, чтобы они были под наблюдением круглосуточных медицинских работников. Понятное дело, что бессимптомное течение болезни, это нет никаких жалоб, нет никаких проявлений. И здесь вся задача только выдержать тот период, в который пациент выделяет вирус во внешнюю среду, проверить его, протестировать на уже отрицательный тест получить и выдать его в социум уже в общество. Если человек лечится на дому, то кто и как, кроме него самого, скажем так, помогает и определяет степень тяжести его лечения? То есть сегодня, допустим, врач какой-то приезжает к таким людям, есть какой-то мониторинг? Как это происходит, расскажите. Вот, может, по телефону созваниваются. Наверное, по форме организации амбулаторной помощи Виктор Павлович. Я разобрал весь этот ситуацию. У нас организовано, особенно в больших городах, как правило, это Брест, Баранович и Пинск, организованы бригады, выездные бригады, которые посещают пациентов на дому. Сперва либо участковый доктор, либо врач общей практики, каждый день, либо дважды в день, отзванивается к пациентам, уточняет температуру у пациента, наличие одышки, частота дыханий. То есть пациент, если он себя хорошо чувствует и говорит, что изменений никаких нет, субфибрильная температура, раз, два, три дня могут приехать и померить сатурацию. То есть мы меряем именно оксигенацию, сколько человек, как он себя обеспечивает кислородом, и если никаких отклонений нет, он может спокойно провести вот этих 14 дней на амбулаторном лечении. 14 дней – это инкубационный период, который, ну, скажем, он либо проявляется, болезнь, либо нет. И когда оканчивается 14 дней, мы его тестируем, и нет выделения вируса, он считается здоровым, может приступить к социуму, к обычному труду. Вот, если после 14 еще выделение есть, то до 21 дня считается максимальный инкубационный период, и с 21 дня, даже не делая каких-то тестов, человек может выйти к труду. Он считается уже не заразным для окружающих, ввиду того, что на 21 день вирулентность микроорганизма минимальная. И то есть, вот, как в народе говорят, заразность его не может вызвать заражение окружающих пациентов. Но если пациент отмечает, что у него появилась одышка, здесь же тогда выезжает вот эта выездная бригада, вот по городу Бресту у нас таких 14 выездных бригад, которые выезжают, они на транспорте выезжают, отслеживают, смотрят пациента, если какие-то есть там нарушения, вот его забирают и госпитализируют в стационар. Соответственно, уже в стационаре там доктора определяют тактику лечения, тактика лечения есть, но она разная у нас тактика и протокол лечения, в зависимости от того, пациент нуждается там в оксигенации, кислородном там лечении, либо нет, но это уже, скажем так, медицинские тонкости, но ни один не остается без внимания. И сегодня у нас, скажем, кислородных точек по Брестской области, если мы начинали, было 920, на сегодня 1220 мы увеличили, мы купили концентраторы, то есть их достаточно. И получить кислород, скажем, ну это доступно, и ничего тут такого сверхъестественного нет, и это вид помощи доступны каждому пациенту. И даже на районах, в любом районном центре, они обеспечены кислородными точками. Наши корреспонденты встретились и нашли тех, кому не повезло встретиться с коронавирусной инфекцией, но повезло достаточно быстро, оперативно выздороветь. Давайте посмотрим. Иван и Елена Малаховы – врачи. Он работает на скорой помощи, она заведует поликлиникой. Болели супруги одновременно. Мы с супругой были вдвоем на изоляции, но так как она являлась контактом первого уровня по мне, у нее мозочки взяли немножко позже, и стало чуть позже известно, что у нее тоже коронавирус. Но, скажем, симптомы у нее проявились немножко раньше, чем у меня даже, несмотря на вот такие вот стечения обстоятельств по диагностике. Испытать новую болезнь на себе довелось и врачу-интерну Александре Давгун. На данный момент чувствую себя абсолютно здоровым человеком. Вернулась в прежний рабочий ритм. Я была на больничном в течение трех недель. Клинически протекало все в легкой форме. Кроме суперберальной температуры и потери обоняния, больше ничего не беспокоило. Участнику группы спасения Павлу Шельпуку повезло меньше. И без стационара не обошлось. У меня вечером поднялась температура очень резко. И ночью стало очень плохо с дыханием, стал задыхаться. Температура стала еще больше. И на утро уже жена вызвала скорую помощь. Положили артиста в Брестскую центральную городскую больницу. И в первый же день он убедился. Мир полон тех, кому не все равно. Кто готов сражаться за жизнь абсолютно незнакомых людей. Быстренько взяли анализы, быстро КТ, рентген. То есть вся диагностика прошла очень быстро. Я был просто удивлен. И буквально после нескольких дней на капельнице мне стало уже намного легче. Хочу сказать огромную благодарность доктору, который меня лечил. Это Александр Семенович Лоско. Просто специалист. Он профессионал. И все медсестры, которые помогали, которые обслуживали, они просто молодцы. Ну вот как мы видим, во всем мире действительно тоже так, что немало среди переболевших и медиков. И это понятно. А ведь они находятся именно в эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией. Но сегодня, если говорить в целом, кто наиболее сильно подвержен сегодня заболеванию данной инфекции коронавирусной. Ведь сперва говорили, что это все-таки люди пожилого возраста. Потом стала появляться информация, что уже более молодые люди начинали болеть, и, скажем так, с достаточно сложным течением. Вот как сегодня она себя проявляет? Все-таки это больше пожилые люди, или же много сегодня и тех молодого возраста людей, которые заболели? Ну, я скажу так, что даже на примере Китая, это та страна, где развивалась эта пандемия, там средний возраст заболевших был около 60 лет. То есть 55-60 лет. То есть те люди, которых мы называем пожилые, старики, они в этот процесс были вовлечены, и сейчас вовлечены у нас в республике в меньшей степени. Единственное, что они как пациенты, имеющие иммунодефицит, возрастной уже иммунодефицит или какие-то хронические заболевания, соответственно, что они подвержены течению более тяжелому, чем молодые люди. Молодые люди переносят в основном в бессимптомных и в легких формах. И у нас есть и медицинские работники, которые в том числе проходят лечение и в домашних условиях. Не все госпитализируются в стационар. Много ли сегодня тех, кто тяжело болен у нас сегодня находится в стационаре? Допустим, достаточно ли всем аппаратов ИВЛ на сегодняшний день? Есть ли вот об этом говорить? Я скажу так, что достаточно. И каждый человек, который находится в стационаре, он уже переносит как минимум в средне-тяжелой форме. Легкие формы заболевания у нас не госпитализируются. Это уже говорилось. Я бы хотел, может, чуть вернуться, не успел добавить по предыдущему вопросу. Что касается тестов и диагностики. С учетом того, что наша передача обращена к обычным гражданам, чтобы не было какой-то надежды на то, что я сделаю тест, и я все буду знать. Дело в том, что ПЦР-диагностика, она действительно наиболее точная, но выделение вируса, оно считается, что не превышает 21 дня, то есть с трех недель. Поэтому если человек захочет сделать через месяц, полтора от сегодняшнего дня себе тест ПЦР, и он получит положительный результат, а именно сегодня он переносит какую-то легкую форму респираторной инфекции, и у него будет через полтора месяца положительный тест, говорит о том, что у него есть только фрагменты погибшего вируса в носоглотке, а не сам цельный вирус, который заболевание уже не вызовет и не является источником инфекции для других людей. То есть такие люди уже не опасны? Они уже не опасны. Они переболели. Поэтому мы и оговариваем срок 21 день. Даже в мире описываются единичные случаи, когда сроки выделения вируса превышают чуть более 30 дней. Это единичные. В основном это и оговаривается 21 день. Что говорить о тестах, так называемых экспресс-тестах, это иммуноферментный анализ. Здесь же есть свои особенности индивидуального организма. Не у каждого человека специфические антитела вырабатываются в одинаковые сроки. Если говорить о том, что первично у человека появляются специфические белки иммуноглобулины класса М, с буковкой такой, то это происходит не с первых суток болезни. Поэтому сделать тест, если человек захочет в первые сутки болезни, он получит отрицательный результат. И это не говорит о том, что он не болеет данной инфекцией. Поэтому желание граждан сделать срочно тест на платной основе, оно является необоснованным. Поэтому надо все-таки придерживаться мнения медицинских работников и все-таки делать тест в те сроки, которые оговорены и приказами, и постановлениями, и даже опытом, и нашим опытом в том числе. Если человек сделает тест, и у него есть особенности иммунной системы, антитела могут даже и не вырабатываться в нужном количестве, чтобы тест-система их определила. И даже если он болеет или переболел, и он сделает тест, он будет отрицательным, это тоже не отрицает того, что человек болел ковидной инфекцией. То есть все надо учитывать вместе. И контакт с больным до этого, и проявление болезней специфических, и какие-то специфические лабораторные изменения, и те же рентгенологические изменения на компьютерной томографии легких. То есть все надо учитывать. Каждый организм реагирует на данный вирус по-разному. И в том числе лабораторную диагностику, ПЦР и метод ИФА. Понятно. Ну, сегодня в связи с этим у наших медиков действительно очень много сложных и непростых задач. Но они, на мой взгляд, справляются. Ну, наверное, такие сложные моменты как раз-таки помогаются понять, кто чего стоит. И как вот вы оцениваете работу медицинского персонала Брестской области? Я хочу сказать, что работа медицинского персонала Брестской области не только мной оценена, но и оценена и людьми, оценена Министерством здравоохранения, профессорами, которые приезжают, консультируют. И им нравятся наши подходы, наша тактика лечения. Понятно, что изначально мы только знакомились с этим вирусом, учились, как бороться с ним, как лечить. И поэтому где-то менялись подходы, менялась тактика. Мы меняли подходы и по обследованию, по тестированию. И с учетом того, что оно меняется и диктует свои условия, тот вирус, он имеет право на свой эпид-процесс, свой эпид-закон. И мы его начали расшифровывать и понимать, когда правильно, лучше сделать, на какой день, получить более точный результат, а тоже более точный тест, посмотреть по лечению, опять же, определить тактику лечения в зависимости от того, что легкое течение, среднее лечение, либо тяжелое. И это все зависит от наших сотрудников, от наших медработников. И это и врачи, это и медсестры, это те же санитарочки, которые не бросили работу. Да, поначалу некоторые уходили, но, опять же, это были санитарочки возрастные, которые где-то боялись за себя, потому что возраст им опасно. И мы не препятствовали, мы понимали людей, отпускали, и они уходили. Но когда они увидели, что достаточно средств индивидуальной защиты, когда мы научились защищаться, правильно одевать средства индивидуальной защиты, правильно снимать, когда достаточно дезинфицирующих средств, антисептиков, люди стали возвращаться. Они возвращаются и видят, что ничего такого страшного нет. Это обычная инфекция, обычно как грипп, но более серьезная. Это работа, которой надо просто подходить к ней, ну, скажем, с долей какой-то уважения к той инфекции, которая есть. Не шапка закидательства, что мы победим всех, надо просто аккуратно и выполнять все те поручения, которые есть. И скажу, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медицинских работников наших, а это порядка 43,5 тысяч, которые работают у нас в учреждении здравоохранения области, за их спокойную работу, за их отношение к пациентам, отношение друг к другу, отношение к сложившейся ситуации, что многие живут прямо на работе, не уходят для того, чтобы не разносить инфекцию, чтобы быть близко к пациенту, чтобы вовремя оказать помощь. У нас даже есть видеоматериал о том, что многие действительно медицинские работники сегодня сами переоделись в больничную, скажем так, специальную форму и живут сегодня непосредственно в этих вот больничных палатах, импровизированных общежитиях. И вот свои семьи видят лишь только по видеосвязи. Мы, кстати, тоже вот связались с нашей областной клинической больницей, где именно таких ситуаций достаточно много, и даже в видео нам прислали доктора. Давайте вот посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я работаю во втором инфекционном отделении в Левской областной клинической больнице. Живу здесь в контактном центре уже почти два месяца. Ну, что сказать, устали все мы очень. Быстрее бы все это закончилось. Домой очень хочется. Скучаем по родным, по близким. В принципе, здесь все устраивает. Питание отличное, проживание отличное. Все на месте, все есть. В общем, мы будем работать столько, сколько нужно. А вы берегите себя и своих близких. Вот мы видим больничный коридор, я вижу. То есть вот как происходит все изнутри. Даже, может, вам будет более понятно, что действительно, что там действительно происходит. И вы можете даже комментировать. Вот в процессе просмотра нашего видео. Это видно палата, да, я так понимаю, что с больными. Да, это ваше отделение. Здесь видно то, что это чистая зона, которая там медперсонал, он без средств защиты. А ввиду того, что инфекционные боксы, это полноценные боксы с отдельной вытяжной системой, заходит медперсонал со стороны улицы через шлюзы специально к пациентам. И, соответственно, медперсонал, который работает в чистой зоне, может там с минимальными средствами защиты работать и выполнять свою работу. Ну, кстати, действительно, вся эта история с коронавирусом очень сильно консолидировала общество. Конечно же, встречаются и те, кто пытается сегодня нажиться на этом и заработать. Но мы сегодня о них говорить не будем, потому что гораздо больше сегодня других совершенно примеров. Вот огромное число людей сегодня помогают медикам. И не только словом, но и делом. И мы, работники телерадиокомпании «Брест», в очередной раз убедились в этом при подготовке благотворительного марафона «Дзякуй доктор». Наверняка вы про него слышали и знаете, который прошел в прямом эфире на нашем канале 19 мая. Я предлагаю вспомнить, как же это было. Давайте посмотрим. На протяжении нескольких часов в прямом эфире благотворительный телемарафон «Дзякуй доктор» ознакомил телезрителей с теми, кто поддерживает в это непростое время медиков региона. И, конечно же, с самими адресатами помощи. Гостями студии были представители руководства исполнительной власти региона Брестской областной клинической больницы общественных организаций. В прямом эфире они делились важной информацией о борьбе с коронавирусной инфекцией в нашей области и с новостями жизни медиков, для которых рабочие места стали еще и домом. Телемарафон показал, как много в Брестской области людей, которые помогают медучреждениям самыми различными способами. Так, внушительную финансовую помощь на благотворительный счет одного из стационаров решила перевести открытое акционерное общество «Остромечево». Диетическим питанием и соками поддержал коллективы пациентов детской областной больницы «Малорицкий консервно-овощесушильный комбинат». Откликнулись на благотворительную инициативу и все 36 предприятий концерта «Брест-Мясо-Малпром». На предприятии «Брест-Жилстрой» собирают средства для Брестской городской поликлиники номер 6 и помогают центральной городской больнице с оборудованием санитарных шлюзов и нового пандуса. В Барановичах активисты общественного объединения «Неруш» оказали помощь семи учреждениям здравоохранения. Медики находятся на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией. И мне кажется, нужно прежде всего сказать им большое спасибо за те усилия, за те бессонные дни и ночи, которые они проводят в стенах больницы. Ну и, конечно же, я призываю соблюдать те рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции, заключающиеся и в использовании масок защитных, и в социальном дистанцировании, и к использованию антисептических препаратов. Всех благотворителей перечислить просто невозможно. Государственное предприятие, большой и малый бизнес, общественные организации, волонтеры. Все они подключились к телевизионной акции, чтобы сказать докторам спасибо и оказать посильную помощь. Но телезрители писали в мессенджер и звонили в студию прямого эфира, чтобы высказать слова благодарности тем, кто сейчас оказался на передовой борьбы за наше здоровье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я от себя добавлю, что наверняка все участники телемарафона, как бы банально это ни звучало, поняли, что, скажем, маленькой помощи не бывает. И что от каждого из нас, конечно же, очень многое зависит. Например, те, кто уже сегодня переболел коронавирусной инфекцией, могут сдавать кровь, плазму крови, да, для того, чтобы помогать другим, кто сегодня болеет в более тяжелой форме. И на эту тему у нас также есть небольшой видеоматериал. Я предлагаю сразу же его и посмотреть. Давайте. Я почетный донор Республики Беларусь. Моя супруга сдавала только в институте. Но нами было принято совместное решение. Как только мы узнали наш диагноз, что мы... Мы изначально знали, что мы будем сдавать плазму. И она тоже согласилась, потому что это надо, это полезно. Ну, раз так случилось, что мы заболели, и есть возможность кому-то помочь, ну, почему бы не помочь? Тем более, что, ну, как бы нам, можно сказать, повезло. Мы перенесли это все в достаточно легкой форме. Если есть возможность помочь тем, кому... Ну, не так повезло, скажем, как нам, кто находится в стационаре, кто находится на ИВЛ, у кого более тяжелое течение. И если наша плазма поможет, пусть она поможет. Вот, кстати, как обстоят дела с применением этого метода лечения, и вот какова в целом практика его применения? В нашем стационаре используется плазма, взятая от переболевших пациентов. Эта плазма, в чем ее суть? Она содержит уже готовые защитные антитела. То есть она помогает уже бороться с этим вирусом. Но используется она, конечно, в ограниченном... Ну, не количестве, а в ограниченных подходах или показаниях. Используем мы ее только у пациентов крайне тяжелых, у пациентов, которые находятся в отделениях реанимационных. Сказать, что исключительно плазма поможет, конечно же, так сказать нельзя, потому что все группы препаратов и все методы лечения используются, и в том числе и лечение специфической плазмой. Какова необходимость сегодня в данной плазме? То есть достаточно ли ее, люди приходят, сдают? Или же все-таки можно даже пользоваться случаем и призвать, кто уже переболел, допустим, прийти и добровольно сдать, и помочь другим? Призвать, конечно, можно. Это дело добровольное донорство. И мы же не говорим о том, что наша пандемия заканчивается, и говорят о том, что может быть и вторая волна. Поэтому заготовить какие-то препараты можно и сегодня. Начинать уже это делать. А по поводу того, достаточно ли, скажу так, что в том объеме, в котором это необходимо, плазма у нас есть. Есть еще один вопрос, который также тревожит многих, наверняка, жителей не только нашего региона. Это о том, как влияет коронавирус на организм человека. Допустим, кто-то переболел и не заметил, а вот кто-то переболел, и все-таки остаются сложные последствия. Все-таки что показывает практика? Насколько он опасен для тех, кто переболел? Как потом организм человека, скажем, реагирует на него? Многие пишут, что внутренние органы очень сильно повреждаются, и потом человек чуть ли не инвалид. Ну, говорю то, что, говорится, читал в интернете. Так ли это? Может, я поясню ситуацию, что, конечно, все это, скажем, поражение, которое идут, они обратимы. Понятно, что сам вирусный вирус, он не дает улучшения организму, он обостряет хронические заболевания. И если у человека были органы-мишени, которые, скажем, были подвержены и так хроническому заболеванию, вот на этих тонких местах идет обострение. Но с учетом того, что как только вирус уходит, он элиминируется организма, и его вирулентность снижается, эти органы восстанавливаются. Они приходят, они не станут новыми, понятно, но они возвращаются к своей функции, которые были. И те же легкие, которые мы делаем на рентгенограмме и видим действительно двусторонние изменения на компьютерном томографии, они могут оставаться у пациента до полутора, до трех месяцев. В зависимости от того, какая была тяжесть поражения и возраст пациента, сопутствующая патология. Но через 2-3 месяца, когда делают это мировая практика, делают компьютерную томографию, мы видим абсолютно чистые легкие, то есть полное восстановление. И это говорит о том, что процесс обратим. Да, но он все-таки вызывает обострение хронической патологии. Понятно, что и переболевших много, и выздоровевших много. Но сегодня тем, кто уже переболел, нужна ли какая-то помощь специальная? Может ли у нас в области, допустим, такую помощь получить? Что касается именно реабилитации, как ее правильно проходить? Ну, конечно, помощь оказывается очень большая в республике и в области. И создано много для лечения, для реабилитации. У нас в области, значит, после лечения в стационаре пациенты либо уходят на амбулаторный, то есть домашний этап реабилитации, либо они переводятся на долечивание реабилитацию в стационары города. Это Брестский областной кожно-венерологический диспансер и Брестский областной противотуберкулезный диспансер, где созданы условия для пребывания пациентов и для их реабилитации. Также оказывают там помощь инструктора по лечебной физкультуре, специалисты по массажу, потому что в реабилитацию пациентов это пациенты с пневмониями, то есть которые переболели либо еще болеют, значит, в фазе разрешения данной пневмонии. А кто направляет? Направляют доктора стационаров на долечивание в эти стационары города, ну, городские стационары. Значит, в реабилитацию входят это и диета-терапия, это ЛФК, дыхательная гимнастика, это и физиопроцедуры, то есть по показаниям, если они имеются, если, естественно, у пациента есть противопоказания, то физиолечение не назначается. Массаж грудной клетки, психокоррекция, потому что человек перенес либо в средней тяжелой форме, либо в тяжелой данную патологию. И, конечно же, он нуждается и в работе с психотерапевтом, это в индивидуальных каких-то занятиях, чтобы он более качественно приступил потом к труду, вернулся в семью. Также очень много значит это семья пациента, которая подбадривает, естественно, только по мобильной связи. Да, добрым словом. И очень много, я должна сказать, зависит от самого пациента. То есть он должен строго выполнять рекомендации доктора и думать о том, что он поправится, верить в это и помогать нам в реабилитации и в лечении данных пациентов. А на базе санатория Брестской области есть ли где-то сегодня возможности для того, чтобы там проводить реабилитацию? Ну, пока, наверное, нет. Наверное, санатории, они есть, скажем, только нет работы. Пожелания. Это все-таки на платной основе, потому что санатории, они ведомственные, и, соответственно, они работают на самоокупаемости, и учреждения здравоохранения пока не готовы оплатить этот этап реабилитации за счет медицинских средств. Коечный фонд же довольно достаточен по реабилитации. Поэтому какой-то необходимости на данный момент в санаторном лечении. Ну, наверное, еще плюс то, что если пациент, когда уже выздоровеет, и у него не будет выделения вируса, он полное право имеет, конечно, не помешает... Купить путевку и поехать терапевти именно по направлению. Конечно, сосновый бор какой-то, чтобы был воздух свежий, эта реабилитация поможет, и оно только пойдет на пользу. Мы говорим о реабилитации в ранние сроки, поэтому... Да, да, да. Чтобы реабилитация в эти сроки проходила под наблюдением медицинских работников. Тут важный момент не затягивать. Если переболел, надо заниматься. Другой заниматься. Да. Понятно. Ну, без сомнения, что COVID-19 внес изменения в жизнь каждого человека, и одних он вирус призвал на боличный фронт, других запугал, но многое остается пока неизучено, но мне кажется, конечно же, важно и правильно, если каждый из нас, как все люди, будут соблюдать все-таки необходимые меры безопасности и меры профилактики. И у нас есть даже небольшой видеоматериал, небольшой блиц-опрос, который я также предлагаю сейчас посмотреть. Люди должны соблюдать дистанцию, также носить маски, это те, кто заражен. А те, кто, мне кажется, гуляет по свежему воздуху, как вот буквально сейчас, они не обязаны носить маску. Я масочный режим не соблюдаю, но я прекрасно понимаю, знаю, какая ситуация в стране, но я просто полагаюсь на везение. То, что меня эта ситуация обойдет. Я считаю, что ношение масок обязательно, и существует такое мнение, что есть такие маски, такой тип масок, что в одном случае защищаете вы, если на одну сторону одеть, а если перевернуть, то вы защищаетесь от других. Если ты идешь один, где-то не в людном месте, то, в принципе, можно идти без маски. У меня есть маски на улице. Я соблюдаю масочный режим, я соблюдаю с этого ручки, езжу в общественном транспорте. Прошу вас, призываю, следовать моему примеру, носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию полтора-два метра, чтобы обезопасить себя и окружающих людей, чтобы не принести этот вирус домой. На личном примере хочу всех попросить в общественных местах, в автобусе, носить хотя бы минимальную защиту, соблюдать минимальные какие-то режимы самоизоляции. У меня очень много знакомых медиков, и сейчас очень тяжело. Хочу выразить им огромную благодарность за их непомерный труд, очень тяжелый труд. Ну, треба быть отказным за свое повозение. Ну, а кроме того, рекомендации, которые дает наша медицина, а так же медицина и других краев, я не знаю, что взялись с этого тяжкого опыта, который принес из Китая, из Европы. И чтобы это не повторять, я не знаю, что это в справах отказности каждого человека. Треба поважать людей, которые в облако в тебе закручиваются. Наверное, это просто нужно пережить, чтобы потом вернуться к хорошей жизни. Ну вот мы видим, что все-таки картина меняется, и людей в масках становится все больше. Не все, правда, знают, какой стороной правильно ее надевать. Ну, что вы думаете по этому поводу? Насколько люди правильно сегодня себя ведут, или же, может быть, беспечно? Вот какой анализ вы, как медицинские работники, можете сделать, исходя из увиденного, просто, скажем так, проходя по улице? Я расскажу, что Всемирная организация здравоохранения, она тоже проверяла, прорабатывала эффективность маски, сколько она защищает пациента. Ношение маски тем пациентам, которым выделяет коронавирус, она защищает обычных всех окружающих на 50%. То есть если пациент, который с проявлениями заболевания, либо он носитель, выделитель, на 50%. Если здоровый человек носит маску, он защищает себя от воздействия этого вируса на 20-30%. Почему? Потому что глаза не закрыты, то есть где-то может попадать оно через слизистое, и поэтому не защищен. Но если встречается пациент, который здоровый в маске, с пациентом больным в маске, значит, снижается вероятность заболевания до 70%. Это очень серьезная цифра, которая, я понимаю, что дистанция полтора метра, которую мы соблюдаем, но если еще добавить средства защиты, просто защитить себя. Шанс увеличивается, он увеличивается, но 70% это высокий процент. И, соответственно, те люди, которые ездят в общественном транспорте, в автобусе, в троллейбусе, особенно маршрутное такси, которое скучное, вот просто защитите себя, оденьте те маски и не дайте вот какой-то шанса вирусу попасть в вас. Я думаю, что те, кто нас смотрит, наверняка сделают определенные выводы, и если кто-то маску не носит, то сегодня это, конечно же... Тем более, что они доступны, маски. Доступны. Ну, давайте тогда уже оставим все точки над «и» коротко, потому что время эфира нашего уже заканчивается. Как все-таки правильно пользоваться данной маской, как правильно пользоваться перчатками, как правильно их снимать? Потому что разговоров об этом было достаточно много. Если вкратце об этом вы можете рассказать, то, конечно, прошу, это будет наверняка полезно. Ну, это, может, даже надо было бы лучше показать, как это делается. Понятно, что маска, любая маска, которая одноразовая, она используется не больше двух-трех часов. Либо по мере промокания его. В зависимости от того, какое дыхание, если есть какой-то насморк, маску надо менять. Многоразовые маски, если пациенты покупают многоразовые маски, их можно дома просто постирать, обработать утюгом, то есть горячее, и использовать их несколько раз. Но для того, чтобы его одевать, его надо одевать маску при вхождении там, где масса людей, в тот же магазин, троллейбус, автобус, в общественное место надевать. Но надевая, значит, одноразовые маски, у них тоже, если вы посмотрите, у них есть поверхности разные, и надо, чтобы эта решеточка смотрела вниз. К лицу. К лицу. К лицу. И та металлическая такая вставочка, которую можно моделировать на нос плотно, чтобы не было, не проходил этот воздух, она должна быть сверху. Желательно, конечно, если бы можно было, многие сейчас, скажем, люди покупают антисептики, средства в маленьких флакончиках, значит, перед тем, как снять маску, обработать руки, снять маску, ее куда-то утилизировать или там какую-то мусорную урну. Если многоразово постирать. Да, многоразово постирать. Но если многоразово ее просто снять, сложить в пакет и закрыть плотно пакет, и можно положить сумочку и дома ее обработать. Если перчатки, перчатки опять же снимаются с внутренней стороны, не трогая ее пальцем. Внешнюю поверхность. И после этого желательно, чтобы было до средства, либо антисептик, обработать руки, и тогда вы защищены. Помыть хотя бы. Да, хотя бы помыть. И самое главное, придя домой, обязательно обработать телефон. Мобильный телефон – это рассадник инфекции у любого человека. Поэтому обязательно придя домой, должно быть до средства, его полностью обработать, обработать свои руки, обработать ручки, дверные, выключатели. То, что контактировал. Понятно. И только тогда. У нас есть еще один видеоматериал непосредственно о соблюдении мер безопасности в магазинах, на транспорте, в общественных местах. Давайте его также посмотрим. Покупателей в масках в торговых залах все больше констатируют продавцы. Антисептик и одноразовые перчатки теперь обязательный бонус к покупкам в любом уважающем себя магазине. Кроме того, согласно рекомендациям Минздрава Беларуси, администрация торговых объектов должна контролировать дезинфекцию всех поверхностей и оборудование, в том числе корзины тележек, не реже двух раз в день. Стараемся каждые два часа, по мере возможности, обрабатываем готовым раствором логодеза. После каждого покупателя протираются корзины, тележки и поверхности. Хлеб, булочки и вообще все, что можно поместить в упаковку, теперь упаковано, но и ее по приходе домой покупатель должен сменить. Все, что можно из покупок помыть мыльным раствором, что нельзя убрать на карантин. А поверхности обработать дезинфектантом. Обработку нужно делать по вирулицидному режиму обеззараживания. То есть тот процент, концентрацию использовать для средства, которое убивает вирусы. Нужно внимательно вычитать и понять, как приготовить рабочий раствор. Ну, обрабатываются все одинаково поверхности. После предварительного мытья, обработка дезинфицирующим средством нанесения и потом смывание, обязательно смывание дезинфицирующих средств поверхности. Те, кто решил свести риски к минимуму, активно пользуются услугами интернет-доставки, принимают помощь детей и волонтеров. В системе общественного транспорта делают все для того, чтобы защитить пассажиров. Каждый день комплексная дезинфекция салонов, дополнительные меры защиты и у водителей. Водителям выданы перчатки резиновые, выданы марлевые повязки для безопасности. И, естественно, на диспетчерских пунктах, в которых они приезжают, у нас их четыре, у них есть все условия для приема пищи, мытья рук и обработки рук дезинфицирующими средствами. Перед сменой и в перерывах водители обрабатывают антисептиками свои рабочие места. Водитель автобуса Дмитрий придумал, как обезопасить передачу наличных во время реализации талонов. Деньги побрызгал, и все. И уже все они продезинфицированы, по сути, в спиртовом растворе. Задумались о мерах безопасности и водители маршрутных такси. Где-то есть свободное время, пробежался, протер, пропшитал. Как часто в течение дня вы протираете? Ну, раз в семь где-то, где-то десять. Помимо того, что производится влажная уборка салона, это делается ежедневно, перед выездом, после прибытия транспортного средства в парк. Также необходимо проводить обработку дезинфицирующими и антисептическими препаратами. Эти все препараты, которые рекомендованы, это и Мегадес, это и ОНД, скажем, информация о таких препаратах доведена непосредственно до самих перевозчиков. Обработка проводится перед выездом на линию, обработка производится после приезда транспортного средства с линии, а также на конечных остановочных пунктах. Но вот среди пассажиров в масках пока не все. Она у меня в кармане лежит, потому что очень ограниченное количество людей. Как только появится побольше народу, обязательно. А вообще, я считаю, что данная ситуация нужна. На самом деле, ждать подходящего момента, чтобы надеть маску, не нужно. Он давно наступил. Как только вы вошли в салон. Ну вот, очередное такое видео напоминание, как все-таки правильно себя вести в общественных местах, все-таки, что маску носить нужно там. Поэтому все-таки я надеюсь, что действительно люди, и посмотрев этот видеосюжет, те, кто не носил, конечно же, обязательно приобретут маску и будут ей пользоваться, и дезинфицирующим средством в частности. Ну, сегодня в средствах массовой информации звучат различные прогнозы ученых относительно дальнейшего развития событий касательно коронавирусной инфекции. Многие из них противоречивы. Вот что вы думаете по этому поводу? Будет ли вторая волна эпидемического подъема? Как скоро придумают вакцину? И вообще, какие перспективы ждут наш Брестский регион? Надо рассказать, что по вакцине это более длительный процесс. И вакцина сейчас работает в многие страны. Это и Китай, и Америка работает, россияне работают. Но это длительный период должен быть. Ну, я думаю, что не раньше, чем в следующем году появится эта вакцина. Ее мало, значит, сделать, произвести. Ее еще надо протипировать, посмотреть, протестировать, насколько она эффективна. Потому что любая вакцина может давать какие-то осложнения. И поэтому надо определиться, насколько она будет давать больше пользы, чем того вреда, который он может сделать. Как ни крути, эта вакцина, она есть и живые, то есть ослабленный штамм, либо измененный какой-то, но это время. Для этого необходимо время. Для того, чтобы прогнозировать, ну, прогнозы точные, стопроцентные никто в мире тоже не скажет, ввиду того, что вирус новый, и мы только начинаем с ним жить и знакомиться с ним, поэтому точную какую-то дату сказать сложно. Но мы видим, что любая вирусная инфекция, она имеет свой закон. И ПИД-закон у нее идет, именно вот закон, по которому развивается данный процесс. И мы видим, что с учетом того, значит, пик заболеваемости идет где-то 21-27 сутки, этот процесс, поэтому процессу, потом буквально в течение двух недель этот процесс, ну, как-то затухает, он остается на пике, и после этого постепенно он уходит. Но в зависимости от того, в каком регионе, где больше плотность населения, вот эта плотность населения вводит свои коррективы. И одно дело, когда в маленьком населенном пункте меньше встречаются люди, меньше вот эта напряженность близкого контакта, те же автобусы, там, троллейбусы, маршрутки, там заболеваемость ниже. И мы видим по нашим регионам, в маленьких районах заболеваемость значительно ниже. А большие города, такие Брест, Баранович и Пинск, за счет того, что именно плотность населения высокая, она поднимается выше. С учетом обстановки, которая сегодня у нас в Брестской области, когда все-таки мы можем ожидать снижения и завершения эпидемического подъема, и при каких условиях? Во многих регионах, которые начали ЭПИД, эта ситуация проявляется раньше, а мы начали с апреля месяца, то есть с первых там чисел апреля, и подсоединяются другие регионы. И многие регионы, они уже затухают, то есть уходит этот процесс, и мы видим, идет надежный спад. Это, ну, вообще нас обнадеживает, что оно будет по этому эпид-процессу идти по остальным нашим регионам. И те регионы, которые включаются в этот эпид-процесс позже, мы видим, оно смещается ровно на то время, на которое регион входит в этот процесс. Если он входит в этот процесс на две недели, значит, через две недели он будет сместиться, и он будет уходить. Но мы по своим там каким-то прогнозам смотрим, что еще где-то вот и начало июня, может, средина июня, и потом постепенно будет уходить. То есть ввиду того, что где-то больше будет солнечной инсоляции, вирулентность вируса будет снижаться, и он будет терять свою силу и свою заразность. Как можно сказать, вирулентность, это, ну, как заразность, народе говорят. И, соответственно, спорадические случаи еще будут заболевания. Они могут продолжаться где-то и июль, начало августа. Но, тем не менее, мы все-таки прогнозируем, что это будут единичные случаи. А где-то в июне, вот в середине июня, мы будем минусовать и уходить, и возвращать наше лечебное учреждение к обычной работе. Ну, верим, что это положительная динамика, положительная тенденция будет только увеличиваться с каждым последующим днем. Что же, наше эфирное время истекло. Это был специальный выпуск программы «Телеприемная. Стоп. Ковид-19». Гостями нашей студии были начальник главного управления по здравоохранению Брестского областполкома Виктор Михайловский, заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Садовникова, заведующий инфекционным отделением Брестской областной клинической больницы Николай Сулевский, и заведующий отделением реабилитации номер один областного центра реабилитации Ирина Винокурова. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Ну, а напоследок я напомню мысль, которая уже не раз звучала в ходе нашей сегодняшней программы, о том, что многое, конечно же, зависит от каждого из нас. И если мы все будем выполнять элементарные правила безопасности, беречь себя, беречь своих близких, то все у нас будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!